Здравствуйте, уважаемые киноребители Art House Club! Сегодня первый вторник месяца и мы с вами традиционно встречаемся, чтобы посмотреть авторское кино. В преддверии большого праздника 9 мая мы хотим вам показать автобиографический фильм французского кинорежиссера и сценариста в Немале «До свидания, дети». Этот фильм был снят по детским воспоминаниям режиссера. Я очень долго не решалась собраться за эту вещь, потому что события, о которых там идет речь, в огромной мере повлияли на всю мою последующую жизнь. То, что произошло в январе 44-го года, пробудило вами желание работать в кино. Случившееся столь разительно противоречило тому, чему меня прежде учили, что мне стало казаться, будто рушится мир, и мне захотелось пойти наперекор. В период Второй мировой войны Франция была оккупирована нацистами. Добродетельное настоятель монастыря скрывал еврейских детей. Пеглецы долгое время скрывались от врага и в это же время успели подружиться с французскими детьми. Главный герой, мальчик-француз по имени Жюльен Кантен подружился с одним из них. И когда гестапо обнаружило по чьей-то на лодке прегрешение настоятеля, его вместе с еврейскими детьми увозят на верную смерть. И это, конечно же, для мальчика Жюльена стало самым страшным событием в его жизни. Луи Маля – это французский киножиссер, сценарист, кинопродюсер и кинооператор. Он родился 30 октября в 1932 году в местечке Тюри на севере Франции. В состоятельной семье он был пятый из семи детей. Его семья владела одним из крупнейших в Европе сахарных заводов. Луи обожал свою мать и был привязан к ней. Но, как бы она ни настаивала, он решил пойти своим путем, в отличие от своих братьев, которые продолжили дело отца. В 1953 году он поступает в высший кинематографический институт в Париже, заканчивает его и отправляется в двухлетнюю экспедицию вместе с кустом на корабле «Калипсо», где приобретает кинематографические навыки. В результате стал фильм «В мире безмолвия». Фильм получил высочайшие награды и «Оскар», и «Золотую пазлку» в Ветханнском кинфестивале, хотя Луи Маля на тот момент всего лишь исполнил 24 года. В том же 1956 году Маля работал ассистентом у Робера Брессона на съемках фильма «Приговоренный к смерти бежал». Первым же самостоятельным фильмом Луи Маля, как режиссер, был «Лифтный шакот» с Жанной Моро в главной роли, который сделала великим режиссером французского кино. Также огромное признание режиссера принесла картина «Любовники». Затем последовали ленты «За деть метро», «Частная жизнь» с Бриджит Бардо, «Лива Мария», в которой Луи Маля снял Бардо вместе с Жанной Моро. Из звезд французского кинематографа он приглашал также сниматься Ален Делона и Жан-Кон Бельмондо. Некоторые следующие фильмы Маля также затрагивают табуированные темы. Например, «Блуждающий огонек», где главный герой склонен к суициду. И раскрывается вот такая тематика. Фильм «Шум в сердце» случается инцест между матерью и сыном. Также он работал в жанре документального кино. В 1969 году выпустил фильм «Калькутта. Призрачная Индия», а в 70-х сделает ленту рабочих завода «Ситроен». В интервью для документального фильма Луи Маля сценарист Дэвид Хейр говорил, «Его больше не вместовала действительность, нежели само творчество. Неслучайно самые талантливые его фильмы наполнены действительными событиями, которые он переначивал на свой лад. И не случайно Маля оказался таким замечательным документалистом. Его наблюдательности можно было позавидовать». Также в одном из интервью Маля говорил о своих фильмах. Из ранних его привлекает, конечно, «Зазигный тру» и «Время жить, и время умерать». Из фильмов 70-х я выделила бы «Лакон Брюссьен». Хотя шум в сердце мне нравится больше, но «Лакон», наверное, значительнее. А из последних десятилетий я назову «До свидания, дети». Судя по всему, мои фильмы отражают мои представления и мое настроение на каждом новом этапе. Я по-прежнему нахожусь под обоянием пневматографом. Проработав так долго, я обнаружила в кино все новые и новые возможности. И чем дольше я живу, тем меньше доверяю идеям и тем больше верю в чувства. Фильм «До свидания, дети» вышел в 1987 году. К тому времени сюжет был не нов. То есть уже на такую тематику снились такие фильмы, как «Последняя метро» «Франца Труфо» в 1980 году, а в 1985 году «Уйти вернуться к воде Лелуша». Другое же дело обстояло в 1980-е годы, когда Гуи Маль раскрывает тему Холокоста, главный момент французского участия в уничтожении местных евреев. И снимает в 1973 году картину «Лакон плюс Йен». После премьеры этой картины на режиссера обрушились масса критики, после которой он был вынужден даже покинуть свою родину и уехать в США, Штаты Америки, где он прожил больше 10 лет, ну и также там творил. Живя в США, то есть там появились такие картины, как «Прелесная китя» и «Атлантик сити», «Страна богов» об американской глубинке и «В поисках счастья о людях, приедущих в США из разных точек планеты». И в 1987 году он возвращается на родину с триумфом, вот с картин «До свидания, дети». Этот фильм важен не только в контексте жизни Гуи Маль, но и также в его творчестве. «До свидания, дети» можно рассматривать как авторское послезловие, Клапома Люсиену, как более личный комментарий, непосредственно свидетельствию юного очевидца той сложной эпохи. Последний фильм режиссера «Ваня на 42-й улице» Пьер по пьесе Чехова «Дядя Ваня» в 1994 году, который он снял. Рядом с Луэмалем всегда находились красивые женщины, которые его вдохновляли на фильмы. С 1965 по 1967 год он женат был на актрисе Анне-Марине Тешот, от которой у нее был сын Мануэль. А с 1980 года, вплоть до своей смерти, Луэмалем находился в браке с американской актрисой Киндис Берген. В браке одевали дочь Хлоне. Всего же он снял 19 полуметражных игровых фильмов, среди которых есть и комедии-абсурды, и трагедии, и мелодрамы, и криминальные авансюрные фильмы. Луэмаль занимает 40 место в списке величайших режиссеров всех времен. И один из четырех режиссеров в истории кино, которые дважды выиграли приз «Золотой лев» на кинофестивале «Венеция». Умер он у себя дома от лимфомы в Лос-Анджелесе в возрасте 63 лет. «До свидания, дети» — это фильм, который не похож на другие фильмы этого режиссера. Для меня этот фильм, вспоминал Маль, самое важное из всего, что я делал. Он нагрел, прежде всего, самым травматичным эпизодом моего детства. Также фильм в итоге получил урожай наград. Это приз французского синдиката критиков. А премия Луида Люка. Три приза Давида Нателла в Италии за лучший иностранный фильм, режиссуру и сценарий иностранной картины. «Селебряная лента в Италии» за режиссуру иностранной ленты. По итогам 1988 года «Фелик» за сценарий. А также «Бадиль» за лучший европейский фильм в Дании. «Ватикан» внес этот фильм в список 45-ти величайших картин. Мы приглашаем вас посмотреть этот фильм и обсудить его. Продолжение следует...